Все, обзор полностью состоялся, друзья мои, можно нас всех с этим поздравить. Вытеснение увидели, ослепление увидели, все увидели, все увидели, все пассивные способности проверили. Здравствуйте, господа хорошие, приветствую вас на канале Mobile Gameplay и доброго всем времени суток. Вышло обновление 3.1, вместе с обновлением 3.1 реворк целых трех персонажей, которые теперь имеют подназвание Лига Анархии, у нас есть Лига Справедливости, у нас есть Мультивселенная, теперь у нас еще есть и Лига Анархии. И самым главным предводителем Лиги Анархии есть Джокер Последний Смешок. Я заранее предупреждаю всех неуравновешенных людей, что мы с вами в отдельности, по отдельности точнее, посмотрим на каждого из этой тройки, а потом выйдет ролик, в котором мы посмотрим на их взаимодействие, на их синергию. Потому что у персонажей появилось очень много всего интересного, и на мой взгляд, их нужно разобрать по косточкам по отдельности, а потом уже вместе смотреть. Первая пассивная способность Джокер Убийца, 50% к урону и оглушение на 4 секунды. То есть, когда мы побеждаем участника любой из команд, ну то есть, либо отдаем своего на съедение, либо побеждаем противника, у нас урон повышается на 50%, это действует до конца боя. И если Джокера побеждают, то он оглушает своего противника. Раньше была такая фишка у Серебряного Джокера, теперь еще и у Последнего Смешка Джокера тоже это появилось. Пассивная способность номер 2. Яд Джокера. Длительный урон союзников из Лиги Анархии Джокера увеличен на 150%. Я не могу сказать, что мы посмотрим на эту пассивную способность сегодня, потому что у нас нет союзников из Лиги Анархии, но так галочку поставили. Запомнили, да, вторую пассивную способность. И пассивная способность номер 3 застал тебя врасплох. Шанс оглушения 50%, оглушение на 2,5 секунды. Очень крутая, кстати, пассивная способность заключается в том, что если Джокер находится на поле боя, и в то время, пока Джокер находится на поле боя, противник меняет своих бойцов, то у нас есть шанс на оглушение этих самых противников. Значит, давайте же быстрее посмотрим на это все в действии. В команду я поставил от Родстуса для того, чтобы у нас появлялись бафы при смене. И Доктора Фейта, который будет нам снижать затраты энергии на спецприемы. Ах, да, слушайте. Вот, спасибо, что вспомнил вовремя. Спецприемы-то тоже, в принципе, ну, скажем так, глобальным способом обновились. У нас появились дополнительные эффекты на втором спецприеме в виде ослепления. Хотя, как по мне, так лучше бы добавился эффект пробития брони. И тогда вообще этому Джокеру не было бы равных Джокеров в этой игре на данный момент. И в третьем спецприеме у нас вынудить противника выйти из боя. 50% шанс у нас есть. 51 практически даже процент. Но тоже такой себе дополнительный эффект. Не знаю, насколько он способен принести какую-то пользу. Вот, но что-нибудь хотелось бы прям попроще, попроще для первого боя. А тут везде, слушайте, этот Бэтмен, Рыцарь Архема, и везде мультивселенная. Что такое происходит? Вот давайте вот такую команду возьмем. Я думаю, не составит труда нам сразиться с такой командой. Господи, хоть бы упомнить все, что мы сейчас должны посмотреть. Но пассивную способность номер один я не знаю, как проверять. Тут, я думаю, просто вам придется поверить мне на слово, что это 100%. Что когда Джокера вырубают, то он оглушает своего противника. Вот. А пассивную способность номер три в виде того, что когда Джокер находится на поле боя, и противник сменяет своего бойца, у нас есть шанс оглушить этого бойца. Это мы, я надеюсь, увидим и проверим. Прекрасные красные цифры. Второй спецприем. И мы не успели посмотреть на дополнительный эффект от второго спецприема, потому что Джокер просто вынес своего противника. Тут дополнительный эффект не произошел, но зато сейчас была пассивная способность. Видна просто Супермен с прокачанной стойкостью к оглушению. И была написана стойкость к оглушению. Если бы у Супермена не было стойкости к оглушению... А, слушайте, мы же можем проверить действие пассивной способности от отравления посредством того, что мы вот кинем баллончик и посмотрим, насколько больше урон будет от этого баллончика, собственно говоря. А ну-ка еще раз. Нет, ну урон прилично идет. Опять стойкость к оглушению. Что же у вас постоянно стойкость к оглушению? Такс. Где-где ослепление? Опять стойкость к оглушению и ослепление опять не работает. Ну, слушайте, длительный урон правда неплох. Длительный урон правда неплох. И это заметно. Это четко. Это четко. Реворк Джокера мне нравится уже, друзья мои. Оглушение. Раздупляйся, Троцитус. А давайте сделаем Супер Мофф. Почему бы и нет? А знаете, зачем мы сделаем Супер Мофф? Затем, чтобы еще раз вам показать, вдруг кто-то не обратил внимания, есть волшебная кнопочка. Пропустить. Оп. И все. И Супер Мофф закончен. Победа. Первый бой. И я вам уже хочу сказать, что персонаж после реворка мне очень нравится. Да мне, в принципе, и до реворка этот персонаж нравился. Как вы видите, у меня этот персонаж в фуле. А Троцитус, кстати, рядом тоже в фуле. А то у меня, знаете, появился на канале, походу, такой клуб тех, кто не любит мое, скажем так, творчество. И они там обсуждают. Вот, доволен обновлением. Да ты вообще всех персонажей в фулл прокачал. Расскажите мне. Я, может быть, что-то не знаю. А зачем прокачивать персонажей в фулл прокачку? И, друзья мои, с этого ролика, начиная, я буду стараться в каждом последующем ролике делать такую небольшую веселую рубрику. Комментарий видео. Комментарий недели. Я еще не определился, как я это назову. В общем, приятного просмотра. Посмотры и на этой неделе. Комментарий недели. Серьезно? А что, твоя мартуха лучше, что ли? Персов мало. Да ты хоть пять прокачай на фулл. Что делать? Персов новых открывать, которых у тебя нет, легендарных. И не ныть, а фармить арену чемпионов. Уважаемый X-Force, я советую тебе полистать пару-тройку страничек словаря русского языка. А то действительно как-то несерьезно получается. Ну что, посмеялись? Мне тоже очень смешно наблюдать за такими комментариями, потому что иногда вообще непонятно, чем человек пишет эти комментарии. А самое главное, есть ли чем придумать этот данный конкретный комментарий. Но спасибо им, что они пишут, потому что множество, множество приятных моментов я получаю от таких комментариев. В конце концов, такие люди продлевают жизнь. Мне кажется, они знают о том, что они созданы именно для этой цели. Поэтому жизнь больше благодаря таким комментариям. Я вам благодарен за это, несказанно. Значит, я не зря выбрал Лигу Анархии в противнике. Посмотрим, насколько это угрозная команда и возможно ли или невозможно ее вынести. Вся троица в сборе. Все трое представителей Лиги Анархии против моего одного Джокера. А ну-ка, длительного урона заказывали. Вот, вот она эта пассивная способность. Вот оно оглушение. Вот оно оглушение. Так, ну это мне не нравится. Это мы пока Джокера спрячем. Пока Джокера спрячем. Третий спец. И попробуем вынудить Харли уйти. А, мы просто ее добили. Ну, извините. Зато здесь есть оглушение. И надо спрятаться. Потому что, если мы сейчас добьем вражину Джокера, он еще решит нас оглушить. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Вот. А нам сейчас вообще нельзя получать оглушение по себе. Нам сейчас как можно больше надо нанести урона по плющу. Добили? Какие мы молодцы. А вот тут, как видите, мы хотели смениться, и Джокер нас оглушил вражеский. Еще раз? Да что ж такое-то. Но на самом деле, на самом деле, в качестве противников эта команда несложная. Как вы видите, я вынес эту команду практически беспроблемно. Вот. И, ну, это не Лига Справедливости, и тем более не Мультивселенная. Сейчас я проверю, у нас запись продолжается, и запись идет. Эту команду гораздо проще вынести. И я вам скажу больше. Если бы я не болтал сверху, это было бы еще проще. Тут, когда ты записываешь ролик, думаешь о том, идет ли запись, думаешь о том, что тебе надо сказать, как прокомментировать. Еще и думаешь о том, что надо выиграть. Конечно, это усложняет несколько задач. Обновить противников. Естественно. Естественно, сыграем еще один раз бой. И я хочу все-таки увидеть дополнительный эффект от третьего спецприема. Давайте вот этих возьмем. Мультивселенную. Дополнительный эффект от третьего спецприема в виде того, что Джокер должен каким-то чудным способом вынудить противника уйти из поля боя. Мне кажется, это как-то должно интересно выглядеть. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Поехали. Бегим. Отошли. Пусть сам к нам подходит, знаете ли. Чего мы должны за ним бегать? Мы лучше постоим тихонечко, подождем, пока он сам к нам подойдет. А вот это истощение, конечно. Кстати, мультивселенная «Зеленая стрела» — это единственный персонаж в игре, я имею в виду из «Зеленых стрел», у которого его истощение работает даже если в блок попадет его спецприем. Потому что у всех остальных представителей отрядов «Зеленой стрелы», скажем так, у них истощение не работает вбок после их первого спецприема. А у мультивселенской «Зеленой стрелы» работает. Так, вот тут я хочу сейчас, знаете что? Я хочу сейчас сбить, чтобы флеш нам сбил комбо-серию. Ну, сбейте нам комбо-серию. Слушайте, не хотят сбивать, когда не надо. Чтобы урона меньше получилось нанести и получилось посмотреть... Нет, не получится. Не получится. Опять просто добили мультивселенную «Супергерл» и посмотреть на ее изгнание из поля боя не получилось. Победа. Ну, слушайте, Джокер шикарен. Джокер шикарен и тут комментарии излишни. Давайте, чтобы попробовать ублажить энное количество моих зрителей, возможно, случайных прохожих, я попытаюсь повысить сейчас уровень. Опасности противника. Я не знаю, насколько у меня получится пройти этот бой. Вот. Но попытаться повыситься можно. Обычно, знаете ли, на нормальном аккаунте, но это тоже мой аккаунт, это самый-самый первый аккаунт. Я беру противников, которые выше меня, опаснее меня где-нибудь хотя бы в два раза. Можно, конечно, попробовать сделать именно так. И если Джокер выдержит эту проверку, то тогда, ну, вообще будет все шикарно. Заодно мы, возможно, наконец-то посмотрим на то, как Джокер воспользуется дополнительным эффектом от третьего спецприема и изгонит противника с поля боя. А ведь противники станут сильнее, соответственно, станут выносливее, да? Ну, давайте вот таких возьмем. Это, конечно, не в два раза сильнее, но мультивселенская команда, которая на 300... Который на 300 тысяч выше нас в опасности. Я думаю, это серьезное подспорье. И я думаю, этого будет достаточно, чтобы проверить, Джокер крут или так себе. Ну, у меня Джокер неплохо вкачан в критический урон. Урон и просто критическую атаку. Я частенько играю этим персонажем против Пугала в ридах, но изгнать не получилось. Изгнать не получилось. Да, обратный урон от Родстус. Умничка. Давайте вот. Ослепление мы наконец-то увидели. И, друзья мои, ослепление работает. Промах от спецприема. И еще один промах, пожалуйста, заказывали. Круто! Класс! Мне нравится. Мне нравится. Но, опять же, я не говорю, что ослепление бесполезный эффект. Но мне кажется, что было бы куда более полезно, если бы у Джокера после второго спецприема срабатывало бы пробить... О, вытеснение! Ну, все, все. Обзор полностью состоялся. Друзья мои, можно нас всех с этим поздравить. Вытеснение увидели, ослепление увидели. Все увидели. Все увидели. Все пассивные способности проверили. О чем я говорил? Да я уже и не помню, о чем я говорил. Потому что я действительно рад, что у меня получилось показать абсолютно все. Оглушение сработало. Какой умничка Джокер наш. Тут быстро меняемся. А, можно не меняться. Джокер просто добил Супергерл. Фух! Круто! Круто! Я получил удовольствие от игры этим персонажам. И, как вы видите, им можно рисковать и ходить на более сложные уровни противников, я имею в виду. И это только лишь Джокер. Может быть, действительно лига, анархия, новая имба. Но вот когда мы сейчас сражались против этой команды, никаких сложных таких моментов не было. Но вот когда я сражался с этой командой, а точнее одним из представителей этой команды, я почему-то сижу и думаю, что когда я соберу эту тройку полностью, я получу просто нереальные какие-то эффекты. В общем, первый ролик из серии роликов Лига Анархии на этом завершен. Сегодня мы смотрели на реворк последнего смешка Джокера. Он у меня в фул. Напоминаю, что фул раньше считался 60 уровень. И фул для меня лично это когда персонаж меняет свой внешний вид. Как вы знаете, у многих персонажей меняется внешний вид. У Джокера последнего смешка становится сиреневенький костюмчик. Вот. Для меня это фул. Я знаю, что есть еще 70 левел, но я не вижу смысла прокачивать персонажа до 70 левела. Все, пишите свое мнение об этом персонаже. В комментариях, насколько вам зашел его реворк. Есть ли он у вас в принципе собираетесь ли вы, планируете ли вы его добавлять в свой ростер. И сейчас, кстати, испытание идет на этого персонажа. А на этом я с вами прощаюсь. Если вам ролик понравился, обязательно подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. И жмите на звоночек, который будет вам звенеть и напоминать о том, что на моем канале вышел новый видеоролик. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok